Всем привет! Возвращаясь к нашим тренингам, которые мы проводим с Медеей по всей России, сейчас я расскажу об одном из рецептов, который я использую на тренинге в конце рабочего дня. Это запеченное мясо, оно будет подаваться с малосольными огурцами и, конечно же, я сделаю соус. Но, первее всех это мясо. Значит, на тренингах я чаще всего беру топ-блейд, мраморную говядину. В этом рецепте я использую Денвер, это подлопаточный отруб, отруб, кто как хочет называет. Сначала нужно связать говядину для того, чтобы она стала похожа на колбасу. Некоторые отруба плоские, поэтому края у них выжариваются сильнее, чем середина. Поэтому всегда рекомендуется как бы вот немножко с помощью веревки сдавить, тогда форма будет более равномерной, тогда более равномерно будет прожариваться кусок. Я беру пищевой шпагат, пеньковый. У кого какие способности по завязыванию мяса есть, вы можете завязывать, как профессиональную колбасу на заводе. Я завязываю, как у меня получается, главное достичь цели. Смотрите, получилась вот такая примерная колбаса. Если у вас есть какой-то хвостик маленький, ничего страшного, его можно не обрезать, он будет прожарки well done и обязательно найдется в компании какой-нибудь человек, который скажет, но мне медиум не надо, она же розовая, сдайте мне well done. Она хоть и сухая, и жевать ее невозможно, но я лучше буду есть и так. Очень часто такое происходит. Кладем в любую емкость, у меня вот такая, зубчик чеснока. Мелко порубить. Если кусок очень большой, можно 2-3, чем больше чеснока, тем вкуснее. Значит, что мы делаем? Отправляем чеснок на мясо. Добавляем сюда немного чили перца острого. Я взял тайский, он прям ядреный, настоящий острый перец. Итак, то, что у нас на рынке все ерунда. Значит, смотрите, тимьян. Зелень можно использовать любую, но лучше всего тимьян и розмарин. Тимьяном посыпаем. Так, розмарин у нас иголочки, вот так вот их слегка, для того, чтобы на разрезе выделилось эфирное масло, которое нам даст более яркий аромат. Соли не жалейте, желательно замариновать его часа за два до начала жарки, чтобы соль чуть-чуть проникла внутрь. Но если вы торопитесь, можно и не мариновать, поэтому сверху чуть больше соли дайте, что внутри он совсем будет не солен. Значит, обязательно черный перец. Черный перец дает мясу всегда приятный аромат. Я вообще не знаю, как раньше люди без него жили. Запомните, когда вы начинаете жарить мясо, оно уже должно быть примерно комнатной температуры, градусов 20-21. Это важно. Тогда мясо будет более равномерно прожариваться внутри. Обязательно, когда мясо мраморное, жирное, добавляйте всегда сок лимона. Он вступит в химическую реакцию с мясом, поддаст очень хороший вкус для говядины. Во всяком случае, он его не испортит, я вас уверяю. Я так делал уже сотню раз. Теперь поливаем маслом. И вращаем кусок мяса так, чтобы у нас все специи, травы, чеснок и чили перец обвалялись со всех сторон в наш кусок. Мясо пролежало полчаса в маринаде. Включаем плиту. Вначале нужно снять блокировку. Удерживаю кнопочку-замочек, блокировка убирается, которая служит у нас защитой от детей и кошек. Потом выбираем температуру побольше. Бустер сразу включим, чтобы сковорода. На сковороду мы не льем уже масло, потому что говядина у нас обмазана растительным маслом и этого будет достаточно для обжарки. Сковорода хорошенько разогрелась. Сразу же отправляем сюда мясо. Пора переворачивать мясо. Вот смотрите, какой колер у нас появился. Вот так у нас все должно быть. Специи, конечно, у нас подгорают, мы их должны стряхнуть. Главное преимущество индукции в том, что оно реально сильно греет. Очень часто на газу, например, мы кладем мясо, оно крадет температуру. Нужно сильнее раскалять. Здесь включил бустер, все фигачит не по-детски. Получается очень хороший колер, а нам как раз им нужен хороший золотистый колер, потому что это вкус нашего мяса. В общем, сколько мы, наверное, 3-4 минуты жарили розбив. Ну что ж, теперь его ждет духовка. У Медея в духовках вот есть такие телескопические направляющие. Ставим противень, облегчает процесс приготовления. Задвигаем. Нет, не задвигаем. Мы должны туда установить термощуп. Вон оно что, Михалыч. Так, это термощуп. Это у нас вот эта вот вещь. Смотрите, вот здесь наверху есть такая гаечка. Мы ее откручиваем. Сюда вставляем толстый конец шнура. Супер. В мясо втыкаем так, чтобы у нас тонкий был где-то примерно в середине куска. Теперь задвигаем кусок мяса внутрь. Я предварительно установил температуру 120 градусов, а внутреннюю я устанавливаю 65. Это medium well, прожарка. Нажимаю play. Все у меня вверх-вниз без конвекции. 65 ждем внутреннюю температуру и 120 внешне. Чтобы замариновать огурцы, их нужно вначале крупно нарезать. Я разрезаю его вдоль. Вот такими крупными кусками нарезаю, отправляю в тазик. Огурцы очень любят чеснок. Нужно взять много чеснока. Я давлю его ножом. Затем я его крупно режу. Отправляю сюда к огурцам. У нас есть два главных ингредиента. Нужен третий. Это укроп. Укропа не жалейте. И укроп режьте прям со стеблями. Режьте как попало. Нам главное аромат. Перекладываю к огурцам и чесноку. И аромат уже разносится. Я не знаю, самые вкусные огурцы, вот если брать любые вариации на тему огурца, то это слабосоленые. Слабосоленые это лучшие огурцы. Солим. Солить нужно обильно. Я делаю так. Достаточно сильно солю огурцы, а потом пробую. И если вдруг огурцы, получается, вы передержали их, они получились чуть-чуть соленее, можно добавить воды, и вода заберет лишнюю соль. Поэтому вариация на тему. Здесь смотрите. Чем больше сыпите, тем быстрее у вас огурцы просолятся. Значит, когда мы насыпали туда соль, кто-то сыпет сахар, я сахар не добавляю в малосольные огурцы. Значит, кто-то любит уксус, кто-то не любит уксус. Я использую чаще всего китайский рисовый. Именно просто обычный рисовый уксус. Не для суши, не для муша и так далее. Он более мягкий, но можно использовать и 9% обычный, наш русский. Буквально, наверное, одну столовую ложечку мы наливаем в огурцы. Это придаст им пикантность. Теперь все это перемешиваем. Я бы все отдал за этот аромат. Вообще супер! Это... Если вы будете это делать рано-рано утром, когда все будут ваши родственники спать, я вас уверяю, что запах чеснока с укропом огурца проникнет во все двери, и все проснутся, придут на кухню спрашивать, что же там такое происходит. В общем, от соли сейчас огурцы начнут давать воду, образовывать тузлук. Периодически помешивайте для того, чтобы они равномерно просаливались. Все. Здесь по ситуации нет конкретных пропорций, нет конкретного времени. Делайте на свой вкус. Главное, побольше чеснока и побольше укропа. Соли регулируйте сами. Чуть пересолили, добавляйте воду. Если не досолили, можете в процессе еще чуть-чуть добавить соли. Отставляем примерно на 30-40 минут. Теперь переходим к соусу. Смотрите, что я делаю. Я беру апельсин и выдавливаю оттуда сок. Мне нужен фреш. Апельсиновый фреш. Несчадно его давим, разбрызгивая по всей кухне. В разогретый сотейник я отправляю ложку сливочного масла. Буквально на три части режу половинку луковицы. Любой, красной, белой, неважно. Обжариваю буквально полторы минуты. Добавляю туда корки апельсина. И вливаю фреш. Сразу же добавляю одну столовую ложку сахара. И варю не более пяти минут. Теперь нужно вытащить апельсины, отжать их и выкинуть. Теперь сюда к апельсиновому фрешу заливаем. Наливаем 150 миллилитров вишневого сока. Добавляем щепотку соли. Врубаем на полную мощность плиту. И увариваем ровно в два раза. Мясо пора вынимать. Вытаскиваем щуп. А мясу нужно дать отдохнуть. Потому что пока оно горячее, резать нельзя, иначе вся вода из него стечет тут же. Что может быть красивее куска запеченного мяса? Тем временем у нас выпарился фреш с вишневым соком. Добавляем сюда 3 столовые ложки горчицы. Горчица дижонская, не очень острая. Все тщательно перемешиваем. И даем закипеть, чтобы лишний уксус, который есть в горчице, выпарился. Буквально пару минут. Теперь самый главный момент. Нужно взять самый лучший соус барбекю. И добавляем его в соус 4 или 5 ложек по вкусу. Смотрите сами, кому сколько нравится. Все, даем ему прогреться. Даже можно дать ему закипеть. И наш соус готов. Мясо я перекладываю на доску. А соус, который у нас остался от жарки мяса, можем его небольшое количество добавить в основной соус, чтобы усилить его вкус. Не добавляйте весь, потому что иначе у вас тот соус станет очень жидким. Все, несколько ложек. О, появился дополнительный мясной вкус. Перед началом нарезки мяса не забудьте, что у нас здесь шпагат, и его нужно обрезать и выкинуть. Теперь самое главное, мясо. Так, вот этот кусочек у нас мега well done. Мы его раз. Вот смотрите, 65 градусов, это уже medium well. 68, 75, это уже well done. А 85, это уже too well done. Уже слишком приготовлено. Какой бы кусок у вас не был, важно помнить, чем тоньше вы режете говядину, тем удобнее ее будет есть. Шикарно. Мясо все у нас приготовилось прекрасно, как мы планировали. Видите, внутри вот эти вот прослойки жира, вот эта мраморность, она дает нам дополнительную сочность. Мясо мы выкладываем вот сюда. Огурцы перемешиваем и выкладываем без чеснока. И, конечно же, наш соус барбекю. Теперь вы знаете, как это готовится. Уверен, на следующем тренинге кто-то из вас непременно попробует это блюдо. Медея, почувствуй себя дома. Субтитры создавал DimaTorzok